Российские оккупанты в ночь на 16 августа дважды атаковали Одесскую область дронами Камикадзе. Под ударом врага снова оказался один из портов. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на главу Одесской области, областной военной администрации Олега Кипера. Ну и знаем, что повреждены зерновые терминалы. И также офис генпрокурора уточнил, что из-за атаки дронов в порту повреждены также элеватор, зернохранилище, административное помещение, сельскохозяйственная техника. И, кстати, возбуждено уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны. Да, кстати, на сей раз следует отметить, что речь идет об инфраструктуре, которая расположена не на Черном море, а на Дунае. Сейчас узнаем подробности. К нам присоединяется спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Брачук. Сергей Борисович, рады приветствовать. Здравствуйте. Слава Украине, слава вооруженным силам. Здравствуйте, коллеги, рад вас видеть. Героям слава. Сергей Борисович, расскажите, пожалуйста, подробнее об этих атаках, для того, чтобы наши зрители понимали масштабы тех терактов, которые проводит враг, совершает. Ну, во-первых, я хотел бы акцентировать внимание на том, что Дунай – это международная река, потому что буквально на том берегу, и, как мы говорим, можно с Украины достать до Румынии, находится соседнее государство, находится государство, которое является членом Североатлантического блока. Поэтому, ну, как говорят сами же русские оккупанты, что это те линии, которые, ну, нечасто там могут прийти или не перейти. Действительно, очередная атака, в этот раз дронами «Камикадзе». К сожалению, есть попадание, и мы говорим о том, что разрушена часть инфраструктуры. Эта инфраструктура и эти разрушения пополнят список тех последствий ракет, ракетных ударов, дроновых ударов по портовой инфраструктуре нашей страны. А речь действительно идет прежде всего об Одесской области, о нашем Черноморском побережье, ну, и, как правильно уже сказали, о реке Дунай. Более 30 объектов частично или полностью разрушены. Пострадали во время этих атак 5 судов. Мы уже не говорим о том, что действительно и это элеваторы, это зернохранилища, это ангары, это сельскохозяйственная техника, которая работала. А сегодня, соответственно, что вот эти потери надо восполнять. Опять-таки, если говорим о технике, восполнить ее можно. Что касается инфраструктуры, ее надо отстраивать. Хотя в Одесской области сегодня мы говорим о том, что и во главе с руководителем областной администрации паном Олегом Кипером проводился очередной такой форум. Сегодня, что касается Дуная, портов Дуная, то сегодня уже есть несколько международных проектов, которые наполнены практическим смыслом. То есть это конкретные расчеты того или иного, той или иной работы, которая должна быть проведена для того, чтобы восстановить эту самую инфраструктуру. Враг воюет против украинского зерна. Враг четко дает понять, что хочет вытеснить нашу страну с мирового продовольственного рынка, чтобы занять его. Другое дело, что сегодня мы видим, как Украина, высшее военно-политическое руководство нашей страны прикладывает много усилий для того, чтобы был новый формат зернового соглашения. Будет ли он сегодня и завтра? Ну, вряд ли, потому что работа еще идет. Но с другой стороны, есть обнадеживающие моменты. Мы говорим о Гере Шульте, я так его называю, это контейнеровоз, который накануне вышел из Одесского порта, он проходил мимо Одесского маяка, он не сказал Одессе до свидания, он сказал до встречи. Потому что пошел по маршруту, который, на мой взгляд, является тестовым для того, чтобы прорвать эту блокаду, вернее, попытку блокады со стороны Черноморского флота Российской Федерации. И, как вы знаете, президент Зеленский подтвердил, что гуманитарный коридор, новый гуманитарный коридор, он состоялся. Как он будет наполняться, каким образом, это уже дело ближайшего будущего. Но то, что этот маршрут пройден, делает просто определенную бомбу во всем том, что происходит сегодня. В хорошем смысле, я про бомбу. То, что происходит сегодня с зерновым соглашением, ну и вообще на продовольственном рынке мира. Сергей Борисович, когда речь идет об обстрелах международных вод, в частности, о той инфраструктуре, которая на реке Дунай расположена, а другая сторона каким-то образом отреагировала, сейчас речь идет, действительно, как вы точно подметили, о члене Североатлантического альянса. Ну, мы помним, что, да, есть та самая пресловутая пятая статья в уставе НАТО. Я уверен, что после вступления Украины в Североатлантический альянс эту статью надо будет поменять, и Украина станет инициатором того, как она должна звучать в современных реалиях. Тем не менее, понимаем, что есть устав, я о нем уже сказал, и страны НАТО определенным образом реагируют на те или иные события. Пока Российская Федерация пытается ходить по грани, они вряд ли пойдут на прямую эскалацию конфликта. С другой стороны, мы понимаем, что провокации могут быть, и россияне это уже показали, когда задержали для якобы проверки судно, которое ходило и ходит под флагом Палау. Турецкий экипаж, кстати, на нем находился. Еще одна тема для разговоров президента Эрдогана и гражданина Путина, который называет себя президентом Российской Федерации. Так вот, я не думаю, что Россия сегодня рискнет атаковать корабли НАТО. Сегодня огромная работа проводится и идет с судновладельцами под различными флагами, которые, возможно, будут проходить по новому маршруту. А вот тут действительно, тут речь идет не только о территориальных водах Украины, а это территориальные воды Румынии, Болгарии. Ну и, собственно, надо пребывать для того, чтобы проходить Босфор и Дарданеллы. Кстати, Турция уже определенные гарантии дает, по крайней мере, об этом сообщают местные средства массовой информации. Так что, я думаю, какое-то ближайшее будущее уже нам покажет, что есть ли новый формат, да, и будет ли он работать. Мы очень все на это надеемся, очень в это верим, потому что это действительно глобальная ситуация. Так вот, будет ли стрелять русский корабль по члену НАТО? Ну, я думаю, что все-таки не рискнет. Я все-таки склоняюсь к этой мысли. Ну и поговаривают, что пограничники румынские вот именно в эту ночь на 16 августа видели своими глазами, как, значит, сбивали шахеды, как летели шахеды, как взрывали шахеды. То есть это даже было видно уже из одной из стран НАТО. Сергей, скажите, почему именно вектор Дуная, почему там уничтожают российские террористы зерно? Вот, то есть они с Одесским портом уже покончили, или это такая перманентная история? Ну, я отвечу так, как должен ответить, не дождетесь. Это понятно. Поэтому то, что они мечтают о чем-то, да, но это пусть останется улаженными мечтами Российской Федерации. Почему Дунай? Потому что Дунай с прошлого года он показал, ну, не альтернативу, понятное дело, большим портам Большой Одессы. Он показал, что может на какое-то время, ну, не только на какое-то время, в принципе, на постоянной основе, и частично заменить черноморские порты Одессу, там, Южный и, собственно, Черноморск. Но это отдельный кластер, который, конечно же, работает на общее дело. Поэтому побомбили Одессу, переключились на Дунай, потому что тут же якобы блокада на Черноморском побережье. Но еще раз возвращаясь к контейнеровозу Гершульте, очень мне так нравится звучит, он контейнеровоз Гершульте. Так вот, возвращаясь к его маршруту, хотел бы поблагодарить экипаж контейнеровоза, капитана контейнеровоза, потому что риск был огромный, тем не менее, первая ласточка пролетела, проложили этот путь. Вот тут уже речь идет о Черноморском побережье, о том, что именно с Черного моря будут уходить наше зерно, другая агропромышленная продукция. Ну а Дунай будет действовать параллельно. Поэтому, понятное дело, что Россия сегодня будет пытаться подтягивать определенные резины, чтобы наносить максимальный вред нашей инфраструктуре. Надеюсь на систему ПВО, что она будет самосовершенствоваться. В это я вкладываю и то, что определенные конфеты, например, и риски, могут оказаться и у наших сил обороны. Да, сейчас Россия активно использует свои корабли, в частности Черноморский флот, во-первых, для незаконной блокады того как раз региона, а во-вторых, для обстрелов, постоянных обстрелов украинской территории, мирных украинских городов, населенных пунктов. Так вот, относительно Черноморского флота. Военно-морские силы Украины сообщили о выведении из строя пяти крупных десантных кораблей Черноморского флота России. Об этом сообщил спикер ведомства Дмитрий Плетенчук в эфире, кстати, «Фридема». Он уточнил, что до полномасштабного вторжения в Украину флот Российской Федерации максимально усилился под видом учений. Они стянули шесть кораблей к еще шести, однако вскоре счет суден количественно сократился. В любом случае, мы ежедневно в наших эфирах даем статистику, которая касается потерь врага с момента начала полномасштабной войны. И статистика кораблей уже долгое время остается неизменной. 18. То есть 18 кораблей и катеров Российского Черноморского флота больше не дееспособны. Как вы считаете, следует ли ожидать в ближайшее время изменения этой статистики? Ну, естественно, в большую сторону. За моей спиной находится флаг, на котором написано «Бесы дохнут, солнце восходит». Поэтому на все свое время, а учитывая, что «Бесы» — это корабли Черноморского флота Российской Федерации, то вторая часть этого пожелания выполнена. Солнце восходит. Значит, вернемся к первому, что Черноморский флот должен терять свои корабли. Я думаю, что с развитием морского флота дронов у нас есть шансы для того, чтобы врагу нанести еще максимальный урон. Тем более, сегодня действительно мы говорим о том, что нет у врага... Конечно, да, к сожалению, есть ракеты-носители. Все, что они могут. Ракеты. Они не способны воевать в открытом бою с открытым забравом. Есть ракеты. Но у нас есть дроны, которые уже знают дорогу, например, в порт Новороссийск. Почему бы не прогуляться туда еще раз, как минимум, а еще лучше прогуляться по Азовскому морю, по Черному морю, там, где находится Черноморский флот Российской Федерации. Я понимаю, конечно, что это тяжелейшая боевая работа. Мы сейчас не рассказываем о каком-нибудь там экшене, не говорим о блокбастерах, о кино. Мы говорим о серьезной работе в военное время, во время войны. Но для обычных граждан, конечно же, это очень важно. Нам есть чем ответить. И сегодня ситуация качественно меняется на этом участке фронта, который носит название Черное море. Ну и наши соседи из НАТО тоже прекрасно наблюдают, как наши военно-морские силы, как Украина, не имея флота полноценного в том понимании, к которому все привыкли, это масса авианосцев, кораблей, но, тем не менее, смогли наши ВМС нанести огромнейший урон Черноморскому флоту Российской Федерации. Поэтому лучшая судьба этого флота – это нахождение в Новороссийске. Это лучшая судьба. Но надеюсь, что будет она у них печальной, потому что солнце восходит. Да, это правда. Сергей Борисович, вчера вы уже затронули тему дронов. Просто небольшой анонс относительно нашего сегодняшнего эфира для наших зрителей. Сегодня, среди прочего, поговорим о производстве под землей. Что это? Это Служба безопасности Украины приоткрыла тайну процесса изготовления морских дронов. Уверен, будет интересно, поэтому следите за нашим эфиром. Я не удивлюсь, если со временем будут говорить о подводной лаборатории наших дронов. Пусть это будет так. Даже внеземной. Главное, чтобы это все было эффективно. Абсолютно, да. Мы любим порадовать такими сюрпризами нашего врага. Сергей, конечно же, не могу не спросить об Одессе, о пляжах Одессы. Поговаривает, что даже некоторые пляжи открылись для желающих все-таки дотронуться до прекрасного Черного Одесского моря. Есть такое дело. Шесть локаций, они открыты. Есть совместный приказ руководителя областного военной администрации и военного командования группировки войск Одесса, которые подписали этот приказ. Они предъявили требования безопасности, которые должны были выполнить те, кто арендует пляжи или не находятся в муниципальной собственности в том числе. И вот открыли. Наверное, возникают какие-то нюансы. Но я надеюсь, что с безопасностью хуже точно не становится. Это должны быть заграждения, это должны быть убежища. Вот, кстати, сейчас было бы интересно посмотреть, были бы, как говорится, на месте, что происходит на пляже. Потому что звучит сигнал воздушной тревоги. Все укрытия эти есть, к ним можно добраться пешком, должно работать оповещение. Собственно, качество воды сегодня позволяет действительно окунуться. Ну, у кого есть такая возможность, желание, ну, самая главная возможность, пусть делают. Хотя, ну, я довольно скептически отношусь вообще к этой теме. С другой стороны, людям надо во время войны немножечко менять обстановку, потому что это мотивирует на дальнейшую борьбу. А нам еще бороться и бороться. Да, и вы знаете, вот прям я прям услышала шум этой воды. Я уже два года не была в Одессе и, конечно же, очень скучаю. И оптимизм вы внушили, рассказав нам об открытиях некоторых пляжей. Все-таки можно наведаться на бархатный сезон в любимую Одессу. Это действительно не может не радовать. И мы не позволим нашему врагу все-таки сломать нам и не дать насладиться нашей Одессой. Никогда. Давайте я еще позитива добавлю. Тут много пишут о том, что осенью будет наступление на Киев, на Харьков. Думаю, что появится сообщение о том, что и десант на Одессу. Ну, понятное дело, российские ИПСО. Но хочу сразу всех успокоить. Десанта на Одессу не будет. Ну, как говорят в одном известном мультфильме, не смогла. Так и они не смогут. Да, мы помним прекрасно Киев за три дня. Спасибо большое. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии «Юг», присоединялся к нашему эфиру. Спасибо, Сергей Борисович. Спасибо.